Лето закончилось, и школьникам пора снова входить в учебный ритм жизни. Семиклассница Ульяна на линейку идёт с радостью. Последние наставления от родителей и вперёд грызть гранит науке. Она, как и остальные 725 ребятишек, открытие нового здания 2-й видновской школы ждала с нетерпением. Светлое, просторное, в учебном заведении всё сделано для удобства учащихся. Теперь дети будут учиться в одну смену, и пока все в новом здании. Но и прежний корпус пустовать не будет. То старое здание, которое у нас есть, оно наше. Там до конца года будет произведена реконструкция, там, вы видите, идёт стройка. И к 1 января стройка закончится, там тоже будет замечательный спортзал, классы, там точно также будут учиться дети. Дети сегодня были приятно удивлены тому, что увидели. Новая школа больше похожа на сказочный замок. Однако ученики считают, что главное для школы – это не её внешний вид. Хотя я и очень рада возможности учиться в современном учебном заведении. Она очень красивая, большая. Но буду долго, наверное, искать кабинет. Я считаю, что главная в школе – это учителя. Не каждая школа может похвастаться тем, что к ним на линейку приехал министр образования и науки России, а вторая школа может. Ольга Васильева вместе с губернатором Московской области и другими почётными гостями осмотрела новое учебное заведение и поздравила учеников с Днём знаний, отметила Ольга Юрьевна и первоклассников, у которых этот день в памяти останется на всю жизнь. Вы вступаете в ту самую большую жизнь, и ваш первый шаг состоится здесь и сегодня. И повести по этому удивительному пути вас могут только ваши педагоги. Поэтому второе мое обращение отдельное – дорогие педагоги, к вам. Потому что только вы, сегодня, взяв, положив ладошку в свою руку, поведёте по дороге знаний, поведёте по дороге жизни. Передадите всё то, что имеете сами, научитесь чему-то и будете учиться вместе с ними. Поэтому это наш с вами праздник. Я поздравляю всех педагогов школы, всех педагогов страны с этим замечательным праздником – Днём знаний, первое сентября. Первоклассники к своему дебюту подошли ответственно. Большие белые банты у девочек, букеты, превышающие их собственные размеры, боевой настрой. Школа – это интересно, новое знание. Как думаешь, что тебя ждёт в школе? Пятёрки. У Маши и других учеников, несомненно, будут только хорошие оценки. Ведь в такой замечательной школе по-другому учиться просто невозможно. Юлия Поготьян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.